ну про конституцию что-то скажешь ничего хорошего в основном ничего хорошего там нет что больше наверно нужно мнение юристов да то есть мне как конкретно вопрос как обывателя да мне это естественно все не нравится что будет происходить то что домой так происходило но это уже такой еще серьезный удар по какой-то иллюзии даже свобода наверное ладно давайте начинать тогда людей больше не становится люди ждут собственно тема до сегодняшнего прямого эфира это строительство ледового катка которое должно быть который должен быть строительство должно быть осуществлено с использованием механизма гчп государственного частного партнерства что такое да чуть попозже скажу что такое гчп а так пока вначале расскажу такую небольшую предстоит насколько я понимаю этот проект начали проталкивать 2018 году возможно даже чуть раньше еще при орлове то есть тогда этот проект хотели построить где-то за 300-400 миллионов рублей то есть консессионер то есть когда я буду использовать терминологию консессионер в данном случае это частный инвестор частный инвестор тогда заявился подал частную инициативу о реализации этого проекта и потом процессе насколько я понимаю федеральная антимонопольная служба решила этот проект как бы восстановить да да даже на даже не дали подписать его потом соответственно с приходом хасикова насколько я понимаю да это тоже было немаловажным таким фактором этот проект опять начали двигать и в сентябре 2019 года в конце сентября компания у выпил тоже не такая никому не известная компания обычная такая недавно созданная опять-таки подала эту частную инициативу с по строительству катка уже за 200 миллионов рублей то есть сумма строительства строительная смета в общем сметная стоимость уменьшилась до 200 миллионов рублей когда я вообще услышал я я услышал на самом деле про этот каток только как раз таки в конце сентября 19 года до этого я не слышал там когда его за 400 миллионов хотели строить тогда меня это человек который там имеет какое-то отношение к гчп к государственному частному партнерству к анализу таких проектов так далее мне стало интересно и я подумал почему бы да там не посмотреть я с первой очереди я подумал я услышал что стоит 200 миллионов рублей сейчас я буду в процессе показывать компьютер что мне есть то есть сколько сколько нужно потратить до 200 миллионов рублей до стоимость создания катка как это будет финансироваться 170 миллионов рублей это получается финансируется концидентом регионам я сразу обозначу что не все 170 из республиканского бюджета большая часть она идет из федерального бюджета там через различные программы и так далее и 157 миллионов это даст федеральный бюджет через министерство и прочее прочее а 13 миллионов даст должен дать регион то есть комитет должна профинансировать на 13 миллионов и 30 миллионов должен дать частный инвестор консессионер то есть он для подчеркнул за что он должен вложить 30 миллионов потому что меня это вызывает большие вопросы вложить ли он эти деньги или нет и в том числе мы поэтому пройдемся это является одним из ключевых моментов сегодняшнего моего прямого эфира в общем да то есть за 200 миллионов должны построить из них 170 миллионов соответственно дает регион так сейчас я переключусь тогда немножко расскажу что такое вообще гчп гчп это такая схема которая механизм гчп есть обычная обычный механизм госзакупок да там по 44 федеральному закону выбирает говорят что нужно построить там видовый каток выбирает по там делают конкурс какой-то проводит конкурс выбирают какого-то подрядчика он строит и соответственно отдает этот каток по окончании строительства региону или там заказчику гчп отличается от первую очередь отличается чем от обычной госзакупки госконтракта отличается он следующим то что сумма 200 миллионов до которая данном случае стоит ледовый ледовый каток эта сумма в случае с госконтрактом она как бы ложится полностью на бременем на 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 регион на заказчика то есть если бы это было бы по госзакупке то соответственно все 200 миллионов бы дал бы регион неважно какой пропорции там федераль федеральные деньги большую часть дали бы ну все 200 должен был бы дать регион без участия какого-то инвестора со стороны гчп механизм гчп он дает как бы он заставляет частного партнера в данном случае это называется консессионер его проинвестировать часть денег то есть он распределяет риски как раз гчп это как раз и про распределение риск рисков между двумя сторонами первую очередь публичный партнер данном случае консидент это то есть мы республика калмыкия в лице министерства спорта или кого-нибудь еще и частный инвестор консессионер то есть консессионер данном случае рискует своими деньгами в том числе и потом после того как он строит эту этот объект он его случае с консессионным соглашением он его еще должен про эксплуатировать какое-то время в случае с нами случая с нашим катком консессионер он его эксплуатирует три года то есть три года он на свой страх и риск за свои деньги как бы эксплуатирует этот каток он платит зарплаты несет какие-то коммунальные коммунальные расходы и так далее так далее и но при этом он еще имеет право зарабатывать на деятельности с этой эксплуатации с эксплуатации этого катка дальше мы тоже этого коснемся потому что это как раз таки тоже является одним из таких ключевых месседжей этого прямого эфира потому что это все не совсем работает как мне кажется ну что такое гчп я рассказал то есть да это распределение рисков то есть консессионер данном случае частный инвестор он рискует своими деньгами часть 30 миллионами как нам как в проекте консессионного соглашения указано на самом деле честно говоря я пока не нашел какого-то явного подтверждения что этот что это консессионное соглашение было подписано поскольку они должны были подписать его полностью по проекту и там прочей документации они должны были подписать его в конце ноября девятнадцатого года но на том на сайте торги гоф кажется до торги гоф торги гоф трата тата тата там собственно выкладываются все эти проекты которые имеют отношение том числе к чп да мы видим что здесь вот должны приняли последние заявки 15 ноября девятнадцатого года и должны были подвести итоги 20 и соответственно примерно в это же время должны были подписать это соглашение консессионное которое уже даст какой-то старт уже этому проекту пройдусь по срокам этот проект должен реализовываться следующим образом дается год на создание объекта год на строительство соответственно возведение всей этой истории этого катка а потом три года частный инвестор консессионер он эксплуатирует а а по истечению соответственно одного года и 3 лет то есть 4 лет с момента подписания соглашения консессионер должен передать этот объект уже обратно региону и соответственно дальше уже это уходит на баланс региона и регион и это же становится проблемой региона а не консессионер вот то есть получается по срокам это следующим образом работает дальше как это финансируется я уже сказал то есть подчеркну еще раз за что 30 миллионов должен вложить частный инвестор из 200 до и да и давайте посмотрим как это все работает а вот верху соответственно верхняя часть этого этого слайда это как раз таки график выделения денег и точнее график финансирования этого проекта желтым желтым цветом выделены транши по консессионному соглашению график есть в проекте консессионного соглашения то как калмыкия должна предоставлять деньги частному инвестору то есть по консессионному соглашению в проекте было заложено следующее 52 миллиона и еще 52 миллиона в ноябре и декабре 19 года то есть по идее если бы они подписали всю эту историю там когда должны были в конце 19 года то тогда уже калмыкия должна была дать 104 миллиона то есть авансом вперед как бы это называется капитальный грант а потом соответственно в марте апреле и в мае по 22 миллиона ты составших там 66 миллионов итого 170 миллионов регион дает напоминаю из 170 13 миллионов только дает республика 157 соответственно это из федерального бюджета но тем не менее 13 миллионов для нас это тоже большие деньги потому что денег просто нет и 30 миллионов соответственно потом уже там докладывает в процессе частный инвестор за то чтобы закончить эту стройку да я здесь как бы упростил эту историю внизу до график от того как не должны должны нестись эти расходы да то есть это вверху как финансируется как приходят деньги частному инвестору проектной компании а внизу как эта проектная компания должна тратить по идее к сожалению там у меня это нужно обладать инсайдерская информация до чтобы сказать как это действительно будет тратиться но я просто предположу для простоты что они эти деньги 200 миллионов размажутся на 12 месяцев на год до который дается компания чтобы создать этот объект то есть 200 делим на 12 по 16 миллионов 7 по 16 целых 70 миллионов в месяц сейчас обращу внимание 200 миллионов строительная стоимость объекта она включает в себя ндс это супер важный момент потому что как бы налоговый кодекс и так далее там да он позволяет возмещать ндс в том числе то есть как это будет работать так сейчас я просто пока вначале расскажу да как собственно это история с ндс работает на упрощенном примере а потом уже посмотрим как это будет работать применительно к нам представьте да что вот мы покупаем мы покупаем какой-то не знает вы компания да вы покупаете компьютер за 120 тысяч рублей за 120 тысяч рублей покупаете компьютер соответственно если выплате если вы покупаете его в том числе в этой сумме ндс находится до этого ндс 20 процентов от суммы без ндс сумма без ндс и 120 это 100 без это стоит стоимость без ндс а двадцатка 20 процентов от 100 это собственно весь ндс итоге мы в итоге да мы платим 120 из которых 20 это является ндс и я надеюсь что это не слишком как бы какие-то такие сложные вещи да просто я хочу сказать что если мы платим оплачиваем какую-то какой-то товар для услугу или что-то еще и это стоимость конечно которую мы уплачиваем отключает себе ндс это означает что как бы мы чуть-чуть переплатили потому что мы платим налог на добавленную стоимость в данном случае как бы я не имею и не вижу никаких оснований чтобы эта компания не платила этот ндс то есть 200 миллионов я считаю что они включают себя ндс то есть я смертную стоимость не видел но подразумеваю что она включается это уже этот ндс как я уже начале сказал этот ндс можно возместить после того как вы его платите вы можете подать там заявку налоговой службы возместить этот ндс в течение двух кварталов примерно но как бы есть инструменты которые позволяют возместить этот ндс ускоренно то есть мы можете компания может привлечь банковскую гарантию за копейки там два с половиной процента максимум от суммы гарантии да на которую привлекается и возместить ндс там условно говоря там считанные дни там неделю может вот что это как это относится к нашему проекту и вообще да зачем я это все говорю это позволяет частному инвестору не вкладывать свои деньги вообще если он в основном если он возместит ндс то есть все 30 миллионов которые он должен там якобы проинвестировать да и как нам это дальше будет продавать до сюда история что частный инвестор пришел денег дал и так далее он есть вариант очень такой вероятный что он реально своих денег не вложит он просто возместит ндс и профинансирует оставшуюся часть стройки за счет этого возмещенного ндс я сейчас покажу это условно на пальцах там по по каким-то поэтапно виктория сейчас консервы будет на срок окупаемости не на срок окупаемости него есть заранее он то есть он договорил договориться заранее что у него есть три года например да и подразумевается да что он за эти три года должен как минимум отбить свои деньги поскольку да он берет на себя эксплуатацию этого объекта на три года то есть он подразумевает что он будет зарабатывать три года когда каток откроется и помимо этого то что он отобьет свои 30 миллионов вложенных он еще после этого еще какую-то доходность себе да заработает потому что маловероятно что эта компания вымпел решила так потратить четыре года своей жизни да на то чтобы построить нам каток и ничего на этом не заработать дальше мы этого тоже коснемся как это все соответственно будет работать как я это вижу вот смотрите да сперва напоминаю 170 миллионов он желтым верху да это только вначале деньги приходят от региона вот соответственно до 1 170 пришли от калмыки это частный инвестор проектная компания да все эти 170 направляет стройку то есть да там создает там я не знаю там каркас до этого здания потом закупает оборудование там все эти реагенты и тра-та-та-та-та-та вот чтобы в итоге получился этот каток то есть 170 из 200 напоминаю вот допустим 170 все 170 они направили в итоге остается пока 0 да потом поскольку я сказал что эта компания будет иметь право по идее до возмещать ндс то соответственно из 170 возмещая ндс сидит 28,3 миллиона можете 170 разделить на 1 и 2 и умножить на 20 процентов это будет 28 и 3 миллиона это собственно тот ндс который можно будет который сидит в 170 миллионах внутри возмещает компании 28 миллионов соответственно уплатят боксминтам да эту гарантию там копейки 22,5 процента от этой суммы 28 и 3 это если они еще на год возьмут а если меньше чем на год соответственно еще меньше чем 800 тысяч заплатить 28,3 минус 0,8 27,5 чистых остается у этой компании она эти деньги опять да направляет опять стройку все 27,5 в итоге да мы компания заплатила 170 здесь и 27,5 здесь а стройка стоит объект стоит 200 миллионов значит осталось еще 2,5 до финансировать чтобы закончить это строительство после того как она 27,5 заплатит у нее остается 0 на счету но опять таки да из этих 27 которые она строительных расходов понесет ну там или еще каких-то расходов внутри них тоже ндс сидит делим на 1,2 и умножаем на 20 процентов это 4 миллион 4,5 миллиона почти 4,6 миллиона да возмещение ндс из этих 27,5 возмещает ндс этот уплачивает последние два с половиной миллиона 200 ой 170 здесь 27,5 здесь 2,5 здесь все 200 миллионов схлопнулись все 200 они профинансировали в итоге у компаний а еще она там так 2,5 она значит оплатит с них она еще возместит 0,4 миллиона 400 тысяч ндс а и в итоге у компании на счету должно остаться два с половиной миллиона денег при этом сейчас подчеркну да при этом частный инвестор не вложит ни копейки своих денег он даже заработает два с половиной миллиона возместив ндс то есть текущая схема текущие условия там те которые есть за там доступе общем этого конституционного соглашения в проекте конституционного соглашения которые собственно там даже конкурс повели там да ни одной заявки не поступило и там наши эти представители которые там решали как это жюри или кто там это конкурса да не жюри член этой комиссии да они должны были дальше дать добро уже на подписание а эти условия этого соглашения конституционного они позволяют не только не вложить свои деньги да частным частному инвестору вложить свои деньги но еще и заработать 2,5 просто вот ну легально абсолютно легально заработать да 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 основа вот как бы это то что ты говоришь это это еще там дополнительный вопрос это как бы которые мы к сожалению не можем доказать там и так далее но все примерно понимают да что стройки это все как бы та смета которую мы видим да в конкурсах и так далее она естественно завышенная и на строительстве там чаще всего ловкие люди зарабатывают вот но мы пока этого касаться не будем будем думать да что все это делается по честному легально и вот в рамках всего закону скажем так соответственно да то есть два и пять люди заработали не вложив собственных денег теперь дальше думаем да у нас соответственно наш инвестор этот он должен да по соглашению он должен еще и нести эту эксплуатацию нести эксплуатацию соответственно помимо то есть как давайте подумаем да посмотрим как это все будет на этапе эксплуатации работать как я сказал концессионер да частный инвестор он должен будет не только там получать деньги да там собирать деньги там за право покататься на катке и так далее он должен еще и он должен еще и нести расходы то есть он полностью должен донести эту деятельность в течение трех лет вот вот соответственно я примерно прикинул да там какие там расходы может могут быть да у этой компании опять-таки да там это все грубая оценка это можно придираться и так далее но как бы примерно порядок цифр мы можем сейчас понять увидеть из того что я примерно так накидал это 23 миллиона в год затраты составит этого катка в первую очередь это фонд фонд оплат труда да то есть по должностям он я прикинул в начале соответственно там директор администратор гардеробщик медсестра кассир два охранника тире с оружия 2 2 уборщицы два инструктора тренера один мастер по заточке коньков машинист ледо заливочной техники электрик бухгалтер там ну и в общем 15 человек это все дальше можно оспаривать там сказать что там будет десять человек восемь человек ну как бы это такое это на самом деле не сильно повлияет на 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 всю эту историю то есть по зарплатам вы примерно можете тоже посмотреть как я прикидывал до 50 тысяч директору там в остальным остальным работникам от 12 до 20 тысяч гроз грязные грязными то есть на мой взгляд это там довольно такие около рыночные какие-то ставки для листы для калмыки там добавил социальные отчисления и соответственно понял примерно там прикинул сколько это будет выходить в месяц и потом сколько это будет выходить в год вот в год мне получается по фото выходит 4 миллиона рублей дальше можем это как бы спорить и так далее но можем покидать то есть из чего дальше еще состоит вот эти затраты 23 миллиона которые я насчитал там на самом деле еще будет там все вот эти да там расходные материалы типа лед материал ну то что там чтоб создать этот чертов лед там материалы и хладагенты там хладоносители и прочие эти истории я к сожалению там не смог быстро нарыть эту информацию поэтому она принята нулю здесь то есть мы должны понимать что здесь должна была быть какая-то цифра какое-то число должно стоять которое также будет являться расходами самая главная статья данном расходов данном да таком бюджете расходов скажем это коммунальные услуги а в них это электроэнергия я посмотрел там да искал в конфессионном соглашении в технических характеристиках за всех заданий сколько да не очень хорошо слышно а остальным нормально слышно меня алло меня нормально слышно другим кроме дебок ну вот видите да то есть скажем так да я еще так это по-божески посчитал по не так много взял взял да людей персонала для этого катка но тем не менее там это тоже не такие большие деньги потому что вот здесь я обращаю на то да звук сок как тогда я сниму наушники секунду лучше алло а да я наверное рукой точно я закрывал сейчас лучше стало да 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 наверное рукой ну все отлично так правда так неудобно стало уже держать ну ладно окей так у нас коммуналка да коммуналка почти 16 миллионов еще у нас стоит 15,7 это у меня вышло расходы на электроэнергию в год я ну как я начал говорить да то там истории с динамиком в проекте конституционного соглашения нету технических характеристик да там которые по энергопотреблению и так далее нашлось только ну точнее я искал в интернете просто да и сейчас я положу телефон открою ссылку так где это была компания которая занимается строительством там этих катков у них были сейчас секунду а вот нашел компания фрост технологии ну это просто я гуглил гуглил и все фрост технологии это да 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 они рассказывают что вот они там эти каткики поставляют что-то делают там обслуживают и говорят там как свои свои истории да там что они там сделали с 99 года но я в самом конец как бы посмотрел чтобы это было более релевантно может там я не знаю там энергоэффективность там улучши стало и прочее прочее В общем, в Краснодарском крае у нас есть поставка и монтаж, станица Северская, поставка и монтаж и оборудование 360 кВт для катка 26 на 56 метров, это было сделано в декабре 2011 года. 26 на 56 метров, это у нас точно такой же каток. Сейчас я вам покажу. Так, 56. Это у нас тех характеристики нашего катка. Это все из проекта конституционного соглашения в данном случае. Основные требования к ледовой арене. Ледовая арена 56 на 26 метров, пропускная способность 47 человек. 47 человек, я это так читаю, 47 человек может одновременно находиться на этом катке. Соответственно, я примерно взял за базу, бенчмарк, вот этот каток в Краснодарском крае, станице Северская, если не ошибаюсь. И там 360 кВт взял за основу для расчета потребления электроэнергии. Далее, да, соответственно, я прикидываю, что там каток работает 12 часов в сутки, да, что он будет энергию употреблять 12 часов в сутки, а не там, они все 24, да, чтобы мы там не совсем в ноль, не совсем на этом, да, бешном опостались. То есть, это все, сейчас, что-то отсвечивает, да, сейчас экран, странно как-то. Да, блин. Что-то странно раньше такого не было. Ага, вот. Это все превращается вот в вот эту сумму, да, то есть это потребление за 365 дней, да, когда каждый день как будто работает этот каток. Киловатт получается, да, час. И это информация, то есть как бы 10 тариф, да, 10 рублей за киловатт-час. Это в итоге мы получаем 15,7 миллиона только за затраты расхода на электроэнергию. Далее я там прибавил воду, там водоотведение, но там 7 сущие копейки, поэтому там, да, можно на это не застрять внимание. Там 97 тысяч, 26 тысяч, где-то я думаю, что я неправильно посчитал, поэтому как бы на это можно подзабить, потому что все-таки основная сумма здесь, то, что как раз таки решает, да, это потребление электроэнергии. Это как раз таки одна из наших проблемных точек серьезных, да, в республике, в листе в частности. Почему, как нам люди говорят, да, там, да, знающие эту тему, почему нормально, нормально, не удается, как бы, нету нормальных предпосылок для того, чтобы бизнесы энергоемкие, энергопотребляющие создавались. В том числе потому, что электроэнергия дорогая. Вот, далее, потом я прибавил закупку коньков, там, ну, предположил, что там одна пара коньков проживет, там, год. Это тоже такое довольно смелое предположение, потому что, там, я читал в интернете, они там, в зависимости от качества, конечно, и так далее, они убиваются, могут убиться намного быстрее. Ну, да, предположил, что год, там, неплохая пара, которая стоит 2000 рублей. Итого, а, в моменте я предположил еще также, да, что нужны запасные коньки на каждую пару. То есть, итого, у нас 47 человек пропускная способность, я предположил, что 94 пары в моменте всегда нужно иметь. То есть, это у нас год 190 тысяч почти, 188 тысяч, это на закупку коньков. Аренда земли я не стал здесь добавлять, да, потому что, в том числе, потому что, ну, во-первых, я не знаю, сколько это будет стоить, да, а, во-вторых, опять-таки, поскольку наш, ну, аренду земли будут платить Калмыкии, то в дальнейшем, после того, как мы получим этот объект, то это уже значения не имеет, сколько мы сами себе будем в дальнейшем платить. И налог, налог на имущество. То есть, налог на имущество, он рассчитывается от балансовой стоимости, средней стоимости и по бухгалтерскому учету этого основного средства. Поскольку объект стоит 200 миллионов рублей, строительная стоимость, то тогда это превращается за вычетом НДС в 166,7 миллиона рублей на начало эксплуатации. Далее это там амортизируется, и в итоге у нас на 2,2%, если умножить ставку, то примерно имеем в районе 3 миллионов в год на налог на имущество. Это все амортизируется как раз-таки 23 миллиона общих затрат по проекту. Так, сейчас я пока отвечу, что у нас по вопросам. Я по затратам, чтобы у нас было понимать. 23 миллиона это как бы подразумевается, да, по идее, если там мои суммы на оценке, да, там они около того, там, будь то 10 миллионов, 15, 20 миллионов, а может даже и больше 30 миллионов. Это означает, что именно эту сумму консессионеру, частному инвестору необходимо зарабатывать каждый год, чтобы хотя бы в ноль выйти. А он должен еще и заработать для себя, да, то есть он как бы не мать Терезы, да, чтобы там в ноль работать. Что у нас там по вопросам было? Охранники, татататат, ну это ладно, по народу мы поняли. Кроссубсидирование, топливических тарифов. Тимира, а что ты имеешь в виду? Я просто не с ним понимаю. Ну окей, потом можешь написать мне там или здесь, или в этом, у Вильминды. Или в личке, как хочешь. Охлаждение, ну смотри, Эльген, я этот вопрос как бы... Охлаждение это все равно, да, это же в энергии, да, вылиться. Как бы я предположил здесь для цели, скажем, консервативного, да, чтобы это не завышать, чтобы потом не говорили, что там я накрутил цифры, там космос какой-то нарисовал, да, там на самом деле затрат будет меньше. Поэтому я взял 12 часов всего. Пощаемость, вот сейчас по поводу пощаемости, я сейчас пока рассказывал про расходную часть. И как я сказал до конца, там, что именно вот эти расходы мы должны, не мы, а частный инвестор, конституционер должен покрыть, чтобы в ноль хотя бы выйти. То есть он минимум должен зарабатывать 23 миллиона рублей в год. Теперь давайте смотреть, что должно случиться, чтобы он смог заработать эту сумму в год. Да, то есть от обратного идти, сколько нужно там, на сколько должно быть, какая должна быть пощаемость, какой должен быть тариф, да, чтобы он, конституционер, заработал 27 миллионов. Сейчас я попробую найти у себя файл. Так. Окей, так. Что? Ты, наверное, не забышь, ну что? Да-да-да, да, Кемира, это как бы 10 рублей, это как раз-таки тариф для бизнеса. Для населения у нас он дешевле, там, в районе 5 миллионов, 5 рублей киловатт-час, кажется. Вот десятка, это, как мне люди сказали, что это бизнес у нас платит столько за киловатт-час. Так, дальше. О, ну, Артур, я, нифига. Так, давайте посмотрим, да, сколько у нас должен этот, какая отращаемость должна быть, да, чтобы 23 миллиона этих отбить. В итоге так, у нас, вот у меня есть, да, вот наши расходы этого катка 23,3 миллиона. Если, представьте, если эта компания будет платить НДС, там, да, то, что, ну, как бы, если эти билеты за, за опрещение катка. Если, если компания будет платить НДС, то есть билеты, я понял, понял, да, если билеты будут включать в себя, да, там, стоимость, стоимость билета будет включать в себя НДС, то выручка должна быть еще умножена на НДС, на 20%, то есть расходы 23,3, чтобы их покрыть, нужно умножить их на 1,2, чтобы понять, какая... Сейчас нормально? Алло, сейчас нормально? Я вроде уже этот, руку убрал с динамика. Алло. Ага, сейчас это... Так, в общем, да, чтобы, соответственно, если она платит НДС, и, как бы, в билетах сидит НДС, то она должна заработать 28 миллионов, а не 23, чтобы, как раз-таки, после вычета НДС получить 20... После, короче, передачи НДС государству, она в итоге 23,3 останется, 23,3 миллиона останется у компании. Так, в общем, чтобы 28 миллионов заработать в год, это надо в день заработать 76 тысяч шестьсот 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 пять. Я вот делю 28 миллионов, и, ой, умножая 28 миллионов, точнее, да, делю на 365 дней. Это в итоге у меня 76, там, шесть, да? 76 тысяч, в общем, в день. Теперь смотрим, да, с учетом... А, я делаю следующее предположение, что средняя стоимость билета, да, средний чек за один час, он будет равен 200 рублей за час катания на катке. Вы сами можете себе задать вопрос, да, насколько это для Элисты нормально? То есть, для того, чтобы, да, там, там, какой-то кросс-чек, там, да, в Краснодаре я нашел этот самый каток, который, там, 400 рублей, да, платят за час катка. То есть, ну, на мой взгляд, 400 рублей у нас точно не потянут. Как бы, я поэтому взял здесь 200, как бы, ну, это такое. Можно сделать 300, там, и посмотреть, там, на 300, да, в рублях, там, за час, как бы, и, там, дальше покрутить цифры. То есть, я потом, если еще могу, вот, собственно, эти файлы выложить в общий доступ, мне, как бы, ну, лишний раз, кажется, сам может для себя покрутить всю эту историю. В общем, если взять, да, стоимость, если тариф, если стоимость билета будет 200 рублей, это означает, что, чтобы заработать 76 тысяч в день, нужно 383 посетителя, которые, ну, человека-часа, скажем так, да, которые покатаются один час на катке и заплатят 200 рублей. Чтобы 383 человека у нас за день покаталось, это при, при, да, хороший вопрос, к примеру, я попозже там его коснемся, при полной заполняемости, да, 47 человек, если мы считаем, постоянно вот будет, ну, не постоянно, а вот сколько нужно часов в день отработать этому катку с полной, полной абсолютно максимальной загрузкой этого катка, чтобы 47 человек одновременно всегда находились. Это 8 часов каток ежедневно, каждый день в течение года должен быть полностью загружен, 8 часов из 12, которые я там, да, там закладываю, что каток будет работать. То есть это абсолютно нереально, чтобы этот каток столько отработал каждый день. И это все ретранслируется, если посмотрим просто в годовой D-эквивалент, это все означает, что 140 тысяч посетителей, ну, 140 тысяч посещений должны случиться, да, чтобы этот каток заработал 28 миллионов рублей выручки, чтобы покрыть 23 миллиона, не выручки, точнее, 28 миллионов рублей собрать денег от сборов, да, от этого посещения, чтобы получить выручку 23 миллиона. То есть это 140 тысяч человек посещений, да, для Элисты, для Калмыкии, это вообще нереальная величина какая-то. Дальше мы можем посмотреть, там, как бы, да, на такой сценарный анализ сделать. Есть ли у нас, там, расходы эксплуатационные, там, если я, там, ошибся, скажем так, да, завысил их, там, и мы можем посмотреть, сколько, то есть Excel позволяет посмотреть, сколько часов в день каток должен отработать при разных, там, параметрах. В том числе, например, при разных, при меньших эксплуатационных расходах и при, там, разном тарифе на час катка. Если, например, у нас, вот наш базовый, да, сценарий, вот, он таким светло-оранжевым цветом, там есть сильный оранжевый, а есть светло-оранжевый, вот, вот этот. Это у нас, получается, базовый сценарий, когда у нас эксплуатационные расходы 23 миллиона и стоимость катка 200 рублей в час. И вот мы имеем наши 8 часов ежедневно, должен работать каток на полной, максимальной своей пропускной способности. Если наш билет стоит 300 рублей, например, ну, а расходы у нас все так же, все так же равняются, там, нашим 23 миллионам, то это означает, что каток должен 5 часов в день, 5,5 часов в день работать на полной пропускной способности. Если, там, это 400 рублей в час стоит, то 4 часа надо ежедневно, 365 дней в году, каток должен 4 часа полностью быть забитым. Это все нереально, чтобы это все произошло. Вопрос, который Тимир написал. Будут ли, там, другие источники выручки? Мы можем предположить, на самом деле, да, что эти источники выручки будут, например, там, да, кафешку какую-то организуют, или, там, какие-то снеки будут продавать, да. Соответственно, мы можем прикинуть, сколько они могут зарабатывать на этом в год, да, на, там, продаже Кока-Колы, там, да, для парочек, которые, там, там, не знаю, да, что-то там, чтобы стрёмно не было, да, там, эти, кто-то будет покупать, там, да, за втридорогая, да, там, соответственно. Окей, тогда это, получается, там, можем прикинуть, сколько это в день они будут зарабатывать, там, на вот этой, на этих продажах. Ну, пусть, там, 10 тысяч рублей, да, допустим, они будут зарабатывать. Вот, чистых, я имею в виду, это не доходы, не продажи Синкерсов, там, и Кока-Колы, а именно прибыль с этих, с этой историей, то это, получается, там, 10 тысяч рублей в день, это, получается, 3,3, 3,6, да, миллиона в год. Ну, окей, не 23 будет, как бы, да, двадцатку надо, значит, отбить, а за счёт катка самого, за счёт посещения катка. Нет, дефицит конституционера не должен покрываться из бюджета в течение трёх лет, потому что, потому что этот объект, он перейдёт в эксплуатацию, точнее, он будет находиться в использовании, в пользовании конституционера в течение трёх лет после строительства. И, соответственно, все расходы лягут полностью на самого частного инвестора. А потом уже, а вот здесь, как бы, ещё один момент интересный, один из главнейших, наверное, этого эфира. Потом этот каток передаётся республике, которая должна этот бедный каток эксплуатировать, нести все эти расходы, да, вот эти 23 миллиона, которые я прикинул, окей, пусть это будет 10 миллионов, 15 миллионов, не важно, какая сумма. То есть, ну, это будет такая довольно значительная сумма ежегодно. Там, да, с какой-то минимальной выручкой, потому что я считаю, что там будет, ну, реально, не так много людей будут ходить на этот каток, будут ходить студенты, которые приезжают летом и которые приезжают, там, не знаю, в январе, и всё. То есть, как бы, а в основное другое время, там, как бы, каток, он в течение дня мало кто будет туда ходить, я думаю, да, то есть, у нас люди работают, учатся, соответственно, после учёбы, ну, окей, там, школьники, может, какие-то, у которых есть, там, 200 рублей, там, не знаю, раз в месяц, может, сходят. Не все, да, те, которым не жалко, то есть, и так далее. Субаренда, ну, я не знаю, там, опять-таки, да, субаренда, чем это место отличается или будет лучше, чем другие места, где можно, да, там, арендовать помещение или часть, там, какое-то помещение. Можно также прикинуть, что это будет, я не знаю, там, да, ну, какую-то разумную величину добавить, пусть это будет дополнительным доходом, да, этого частного инвестора. Ну, сколько, там, какие ставки, да, там, аренды есть в листе? Сколько это? Тысяча рублей за метр квадратный в месяц, да, там, или сколько, я примерно такое где-то слышал, таких относительно неплохих местах. Ну, это значит, 12 тысяч в год, да? Ну, пусть там 100 метров, соответственно, там, помещение 10 на 10, да? Это миллион, значит, в год. Ну, пусть несколько еще таких будет, хорошо, там, ну, там, 2-3 таких помещения, ну, мало уже вероятно, что там так много будет. Ну, это, соответственно, там, 3 миллиона в год дополнительного дохода. Это все не позволяет отбить 23 миллиона этих расходов на эксплуатацию. Теперь, задаем себе вопрос. Так, у меня, наверное, скоро еще завершится, это эфир, если что, я новую начну. Задаем вопрос, да, два, на этапе строительства подразумевается, что этот инвестор, этот инвестор засунет своих 30 миллионов. Как мы уже видели, большая вероятность есть того, что он ни копейки своих денег не положит, еще и заработает, там, до 2 миллионов рублей сверху. Помимо этого, он на этапе эксплуатации, да, там, должен нести какие-то расходы, довольно серьезные. И поэтому я считаю, что этот сам проект, сам по себе, да, он является фикцией. Он никакому здравомышлящему, здравомышлящему, короче, инвестору, да, там, никогда не нужен будет этот проект, если, конечно, нельзя заработать на стройке. Далее, я считаю, что раз, если они, как бы, зарабатывают на стройке, они, естественно, все там неглупые люди, понимают, что расходная часть довольно высокая будет, это отбить будет невозможно. Они, я думаю, что они просто прекратят по каким-то, ну, там, по разным причинам, посмотрят, там, в конституционном соглашении есть различные условия прописаны, в том числе, на, благодаря которым можно прекратить это соглашение. Можно просто разорвать его и разойтись по домам, условно говоря. И поскольку на эксплуатации, да, там, этому инвестору ловить нечего, я считаю, что он просто, ну, вероятно, да, там, инвестор заработает денег на стройке, возместит этот НДС и скажет, ну, я пошел. А дальше вы уже сами свои 23 миллиона эксплуатационных расходов своим бедным бюджетом несите ежегодно. Ну и вот, соответственно, как бы, мне возник вопрос, как бы, зачем это нам все нужно? Потому что наши бюджеты, да, дефицитные, у нас там док больше 4 миллиардов рублей, да, и он, вроде как, растет еще, как бы, уже там долгие годы и продолжает расти дальше, да. И вот эта нагрузка дополнительная, там, 10, 15, 20 миллионов рублей в год на эксплуатационных расходов, 13 миллионов надо дать на строительство, это все, когда денег нету, это все становится ненужными, да, такими уже расходами, то есть не до жиру должно быть. Нужно как-то жестко контролировать свой бюджет и тратить деньги, там, на суперважные темы. Это, как бы, то, что это было одной из тем, как раз-таки, на онлайн-митинге в конце декабря, да, я поднимал этот вопрос, то, что наше, там, новое правительство и старое правительство, неважно, все эти правительства наши, республиканские, они деньги тратят на те вещи, где обычно есть какой-то способ заработать каким-то вот этим частникам, да. А эти частники дальше, вероятно, как-то делятся, не обижают людей. Вот, и, соответственно, 13 заплатить на этапе стройки, и 20-ку, получается, ежегодно потом тратить, да, финансировать эту всю дыру, да, из бюджета республиканского, это все становится уже таким серьезным уже вопросом. И, кстати, по поводу этого, формы ГЧП. ГЧП, как я вначале говорил, да, ну, собственно, определение ГЧП, там, и так дальше, только ГЧП, это то, когда две стороны, ну, там, частный партнер, публичный партнер, какие-то стороны этого контракта, они делят риски между собой. В данном случае и еще частный инвестор, он еще свои деньги, да, должен доложить. Мы видим, что в этом проекте, в текущей, в том, с использованием тех условий из проекта конституционного соглашения, инвестор может не положить ни копейки своих денег. По идее, здесь СПАС должен перевозбудиться уже на этом, ну, как бы, просто из-за того, что, как бы, сама схема уже может, дает возможность не вкладывания своих денег. То есть это уже не ГЧП, это квази-ГЧП, это уже какой-то полу, там, 90% госзакупка. А это означает уже, что там можно их уже, там, как вариант, там, судебное какое-то преследование, возможно, даже уголовка какая-то. Поэтому, если это конституционное соглашение еще не подписали, я надеюсь, что люди, если потом они увидят этот эфир, люди, которые принимают решение, да, я видел, что там репосты, там, вот этого, моего поста, о том, что будет прямой эфир, там, в частном порядке переслались довольно много. Надеюсь, что кто-то посмотрит потом, да, и 10 раз подумает, стоит ли это соглашение подписывать. Потому что я считаю, ну, я думаю, что его еще не подписали, потому что официально нигде об этом не было сказано. Я думаю, у них какие-то есть еще там какие-то невыполненные еще условия, там, возможно, по предоставлению земельных участков, чего-то еще, что откладывает подписание от этого соглашения. И надеюсь, что вот они все-таки не подпишут это соглашение, не станут рисковать, там, да, своими, там, карьерами, чем-то еще, возможно, там, какими-то, там, перспективами оказаться в местах, там, не столь отдаленных и так далее, да, и не станут рисковать деньгами из нашего бюджета, наверное, с нашими с вами деньгами. Вот такие дела. Что у нас по вопросам было? Так, не более тысячи рублей. Ну, да, он тем более, не более тысячи рублей. Эльза1959.2 Это такой тяжелый вопрос, да, то есть, как можно по-другому использовать деньги. Нужно использовать и деньги на такие насущные темы. Это у нас какие есть проблемы? У нас есть проблемы ЖКХ, например, опять-таки, да, нужно погружаться и понимать эту тему. Например, какую-нибудь, там, тот же самый ГЧП, концессионная концессия, там, с водой, там, да, водоочищающими этими историями. Там, может быть, что-то с мусором можно сделать нормально, да, или, там, с электроэнергией. То есть, надо думать. Это такое тяжелый вопрос. Я тут не эксперт, поэтому я не скажу. Потом, во что нас вкладывают, да, это здравоохранение, образование. То есть, там нужно, как бы, сохранять свое здоровье и жизни, да, и, как бы, инвестировать в свой человеческий капитал. То есть, это образование. Так, первым начином, дорогой пиджак. А, вот, по поводу, да, как раз-таки, у меня идея следующая, да, зачем этот проект дальше начинает вот толкать, там, и все это история. Хоккей, да, как я уже тоже говорил, возможно, там, все вы знаете, там, да, является, там, одной из любимых игр, да, таких развлечений для, там, первых лиц государства. Есть ночная хоккейная лига, да, там, все самые, там, лучшие друзья президента собираются, те, кто около, там, да, там, хочет попасть, там, пообщаться. И я думаю, что наш глава тоже, как бы, хочет не ударить грязь лицом, да, для этого, соответственно, нужно тренироваться. Каток, как бы, он предоставит такую площадку для того, чтобы хорошо тренироваться и на этом ночном катке там, завязать какие-то полезные связи и так далее. Но это все, как бы, за наш самим счет, соответственно, я считаю, что это должно быть, не должно так происходить. Если хочет тренироваться, пусть сам строит за свои деньги и тренируется хоть там до упада. Так. Возведение, кажется, на первом микрорайоне, но там, кажется, это еще не все не решено, потому что, потому что там какие-то проблемы, кажется, были. Такие дела. Ну, давайте, если какие-то вопросы есть, можем по вопросам пройтись. Если кто-то хочет, может, прямой эфир выйти вместе со мной. Давайте так поговорим, а если нет, то давайте загугляться. Ну все, тогда хорошо. Да, я пока сейчас сохраню эфир. дату, наверное, там или станешь город, может, там онлайн выложи. Посмотрим. Ладно, тогда. Все, пока. Всем пока.